Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 19 ноября. Память святого мученика Илеодора. В царствовании Аврелиана, царствов с 270 по 276 год, римский император, в панфилийском городе Магиди, которым управлял Аеций, безбоязненно проповедовал Христа один благочестивый человек именем Илеодор. За это он был схвачен и приведен к правителю, обвиненный в распространении гонимого учения. Святого привели на суд. На допросе правитель Аеций долго убеждал Илеодора, чтобы он отрекся от Христа и принес жертву идолам. Но святой мужественно и твердо исповедовал Христа Богом. Тогда правитель повелел повесить Илеодора и строгать его тело железными когтями. Во время мучений святой громким голосом воскликал «Господи Иисусе Христе, помоги мне!» Тотчас последовал голос с неба «Не бойся, я с тобою!» Голос этот слышали исполнители казни, которые видели при этом и четырех ангелов. Видение так подействовало на них, что они уверовали в Господа нашего Иисуса Христа и стали обличать правителя. Разгневанный правитель тотчас же повелел бросить их в море. Вместе с этим он повелел разжечь медного вола и бросить туда мученика. Когда святой был ввержен туда, то по молитвам его вол тотчас же остыл, а святой воспел Богу благодарственную песнь. Узнав об этом, правитель удивился и, подойдя к медному волу, убедился, что вол мгновенно остыл. Обратясь к святому, он сказал «Нечестивец, свои волшебства превозмогли даже огонь!» Святой же отвечал «Не волхвование сделали то, но помощь Христа!» Сказав это, святой стал просить у мучителя три дня сроку, чтобы обдумать, что делать. Когда святой был освобожден, он тайно отправился в капище и стал там молиться. По молитве святого произошло землетрясение, во время которого идолы пали и разбились. Узнав об этом, правитель приказал снова привезти на суд святого Илеодора и, исполнившись гнева, повелел повесить его и в голову его вонзить разжженные гвозди. Испытывая страшную боль, святой призвал на помощь Бога, и тотчас же мучения его облегчились. Тогда правитель приказал наложить на него тяжелые железные оковы и отвезти его к правителю одного соседнего города. Когда святой Илеодор был приведен к последнему, то тот долго беседовал с ним в той цели, чтобы принудить его к принесению жертвы идолам. Но, видя его упорство, правитель повелел вложить руки и ноги его в четыре расщепа дерева и затем бросить в разжженный котел. Находясь в котле, святой молился и вместе с этим призывал предстоящих войти к нему, говоря, что это не причинит им вреда. И многие из бывших там веровали в Господа нашего Иисуса Христа. «Поистине велик Бог христианский», — говорили они. Правитель, видя, что многие уверовали в Бога Илеодорова и, боясь, как бы уверовал, что не скрыли святого мученика, приказал отвезти его в Магиду. Тогда воины взяли его и пошли вместе с ним. Прибывши в Магиду, они снова привели его на суд. Подвергнув святого испытанию, правитель повелел повесить его, строгать его тело и затем отсечь ему голову. Когда Илеодора влекли за город, святой мученик сделал знак рукой увлекущим, чтобы они остановились. И когда те исполнили его просьбу, он совершил моление, после чего был обезглавлен около 273 года. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова